Это новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте в этом выпуске. Консульство Республики Западная Армения в Аргентинской Республике почтило память президента Дона Ипполита Иерогейна. В Кафедральном соборе Армянско-апостольской церкви Марсели состоится поминальная литургия. СССР предпринял попытку сделать своими территории, установленные Северским пактом и соглашением Вильсона и историк Рубен Шухьян. Более 500 оливийских организаций поддержали предложение признать оливизм своей верой. Будет общее сожаление после инцидента. В Степанакерте пройдет фестиваль под названием «Возрождение». Две церкви в Западной Армении реконструировали в виртуальной реальности. Консульство Республики Западная Армения в Аргентинской Республике отдало дань уважения и установило флаг Республики Западной Армения рядом со статой Дона Ипполита Иерогейна. Благодарность за признание до юри государства Армения 3 мая 1920 года. Президент Иерогейн почтил Армению и Аргентину указом номер 46. Сегодня Республика Западная Армения выражает ему благодарность. Национальный совет Западной Армении, Национальная ассоциация ветеранов Армении и ее сторонники, Ассоциация ветеранов Армении и армяно-французские оппозиционеры имеют честь пригласить вас на поминальную литургию в память о борцах, павших за свободу в Арцахе, которая состоится в воскресенье 8 мая 2022 года в 11.00 в Армянской апостольской церкви. В мероприятие примет участие бывший главный инструктор освободительной армии, председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абраамян. Церемония пройдет согласно протоколу. Об этом пишет историк Рубен Шухян. Интересная карта, территориальные претензии СССР к Турции после Второй мировой войны. Историю необходимо знать всесторонне, чтобы уметь составлять полную картину интересующих нас реалий. 19 марта 1945 года, когда в Европе подходила к концу Вторая мировая война, СССР аннулировал советско-турецкий договор от 17 декабря 1925 года, которая фактически заменила московско-русско-турецкий договор 1921 года. В официальном заявлении СССР говорилось, в результате глубоких изменений, произошедших во время Второй мировой войны, это соглашение уже не соответствует новой ситуации. Оно нуждается в серьезной доработке. Статья полностью доступна на нашем сайте. Более 500 организаций оливийских поддержали инициативу принять оливизм в качестве своей религии в Австрии. В заявлении говорится, это решение является большим достижением для общины, чья вера считается запрещенной верой и находится под угрозой ассимиляции. В инициативах говорилось, что в результате их 13-летней судебной борьбы Австрия одобрила предложение, которое приняло оливизм как веру национального меньшинства. Начало переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном кажется еще далеким. Азербайджанская сторона отмечает, что при заключении такого соглашения стороны должны признать территориальную целостность друг друга, чему будет способствовать усиление азербайджанской армии. Власти Армении заявляют, что могут гарантировать свободу, право и безопасность народа Арцаха, но, похоже, никто не задумывался о том, как в азербайджанском варианте может быть это гарантировано. Баку даже не хочет пересматривать свою политическую риторику. Кто не хочет мира, но на фоне всего происходящего нельзя доверять доброй воле Азербайджана. Перспективы переговоров по мирному соглашению даже с помощью России расплывчаты. Западная Армения полностью отвергает любые уступки Арцаха Азербайджану. В Степанакерте пройдет фестиваль под названием «Возрождение». Об этом заявился организатор мероприятия Арсен Абрамян, подчеркнув, что целью является объединение молодежи, проживающей в Арцахе. А почему Возрождение? Ведь нашему народу как никогда нужно объединиться. Наша история показала, что армянский народ праздновал победы, когда сплоченными силами выступал на борьбу. После последних общественно-политических событий пришло время возродиться, сказал он. Организаторы мероприятия представили молодого поколения Арцаха, неравнодушных к судьбе своей родины. Рафик Ортощан сделал запись на своей странице в Facebook. Спасибо армяну Атуяну, сооснователю программистской компании «Орлупа». Первым результатом сотрудничества «Орлупа» и фонда изучения армянской архитектуры является реконструкция разрушенного монастыря Святого Карапета и Дерикской цепи в провинции Хнус, Западная Армения. В виртуальной реальности как в книге Хнус, так и в ее историческом месте, несмотря на геноцид. В ходе сегодняшней встречи определились дальнейшие шаги нашего сотрудничества. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Продолжение следует...